вручил именной торт, а также мольбер для занятий живописью. Женщины и дети смогут бесплатно посетить 12 государственных музеев Подмосковья 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры региона. Как отметила глава ведомства Елена Харламова, акция проводится каждый год, но в текущем году ввели новшества – свободный вход для детей. Популярность акции ежегодно растет. Так, в прошлом году музей посетили порядка 5000 женщин. В этом году мы планируем увеличение количества посетителей. Гости смогут ознакомиться как с постоянными, так и временными экспозициями. Кроме того, все учреждения готовят тематические акции, концерты и театрализованные представления. Велостанция «Фонтаны» и обустроенные скверы появятся на пешеходной зоне в Павловском посаде после благоустройства. Об этом сообщил глава городского округа Олей Сыковиков. Он уточнил, что уже проработаны отдельные элементы пешеходной зоны. В частности, появится велостанция у палаточной мануфактуры, будет благоустроена площадка около ЗАГСа, площадь Дома культуры «Октябрь» с устройством фонтана, а также площадь перед Домом детского творчества. Акция «День кофе» пройдет сегодня в павильоне МЦД на площади у Киевского вокзала. Об этом сообщает прислужба Департамента транспорта Москвы. Все пришедшие смогут послушать лекцию от мировых чемпионов по приготовлению кофе в Турке и поучаствовать в дегустации нового кофейного напитка, разработанного специально для московского транспорта. Участие в дегустации бесплатное. Начало кофейной лекции в 13.00. Актер Арнольд Шварценеггер обзавелся ослом и начал ходить с ним в офис. Видео с новым питомцем он выложил в своем инстаграм-аккаунте. В ролике можно увидеть, как артист заходит в помещение вместе с небольшим ослом, а рядом идет пони. «В этот раз я привел Лулу», — написал Шварценеггер. Как сообщает Daily Mail, миниатюрная лошадь по кличке Виски также принадлежит артисту. Ранее он уже публиковал посты, в которых рассказывал, что иногда ходит на работу с пони, так как офис придерживается pet-friendly политики. В завершении выпуска курсы валюты о погоде. По данным Центробанка России, доллар на выходные 66,99 рубля. Курс европейской валюты — 73 рубля 72 копейки. По данным портала Яндекс сегодня, 29 февраля, облачная погода с прояснениями. Временами пройдет снег. В столице плюс один, в Талдоме, Волоколамске, Орехово-Зуеве, Дубне, Серпухове, Коломне, Зарайске, Шатури, Подольские Кашири, Нарофоминские Друзия от минус одного до плюс двух. Эти и другие новости читайте и смотрите на нашем сайте radio1.news. Прямой разговор с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Самые актуальные проблемы и пути их решения, конкретные поручения губернатора и контроль их исполнения. Исчерпывающие ответы главы региона на самые насущные вопросы жителей Подмосковья. Благоустройство, здравоохранение, образование, развитие территорий и многое другое, что волнует именно вас. Слушайте повтор прямой линии в эту субботу, 29 февраля, в 17 часов 10 минут, на Радио 1. Сказано на Радио 1. Самые яркие цитаты нашего эфира. В Московской области принимаются серьезные меры по снижению числа сердечно-сосудистых заболеваний. В Подмосковье работает 12 региональных сосудистых центров и 18 первичных сосудистых отделений. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Подмосковье самая низкая в Центральном федеральном округе, отметила в интервью Радио 1 главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Московской области Мария Глезер. Многие меры были приняты для того, чтобы добиться таких вот показателей. На самом деле мы два года удерживаем вот это вот место самое низкое в Центральном федеральном округе. Много сделано. У нас губернаторская программа, сосудистые центры открыли. Мы в этом году еще один открыли. У нас их теперь 12. Плюс работают частные федеральные центры. Ну, бесплатно для населения и так далее. Кроме того, конечно, меры профилактики принимаются. И увеличилось количество препаратов, которые закупаются для льготных категорий и так далее. Но мне кажется, очень важно, чтобы люди понимали, что они должны обращаться к врачам, во-первых, вовремя. Да, у нас, к сожалению, очень низкий процент людей, которые обращаются в первые часы от начала заболевания. И не надо ничего терпеть, надо быстро-быстро вызывать скорую. Потому что то, что называют золотым часом, самым благоприятным окном, это маленький период времени, когда реально мы можем помочь человеку остаться живым и дальше не болеть с какими-то осложнениями, типа сердечной недостаточности и так далее. В 2020 году в Московской области планируется открыть специальные кабинеты для людей с сердечной недостаточностью, отметила Мария Глазер. Принято решение губернатором беспрецедентное. Такого никогда и нигде не было. Мы в этом году планируем открыть специальные кабинеты практически во всех муниципальных наших образованиях. Специально для людей с сердечной недостаточностью. Это люди, сильно страдающие низкой качеством жизни. К сожалению, очень высокая смертность. И мне кажется, что если мы сделаем такие кабинеты, то люди будут получать более качественную помощь. И это продлитым жизнью, сделает их жизнь более такой спокойной. Поэтому тут должно быть обоюдное такое направление. И со стороны врачей очень такое хорошее. Но и со стороны населения, чтобы они это воспринимали. Мария Глазер о профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний в Московской области. Сказано на Радио 1. Синемания – область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Доброе утро. Доброе всем утро. Доброе утро, жители Москвы, Подмосковья и всего земного шара. В эфире программа «Синемания. Область культуры». Ее ведет Виктория Малюкова. И бессменный ведущий программы «Синемания» и киножурналист Давид Шнейдеров. Да ненавижу слово «бессменный». В конце концов, любого человека можно заменить. Нет, вас заменить нельзя, Давид. Вас нельзя заменить. Пришло следующее сообщение. Вообще мне понравилось, когда утро начинается с гостей. А уж когда утро начинается с красивой девушки, да и с обратно по отсутствию волос на голове, прекрасного молодого человека, отлично. В общем, завершили съемки мистического триллера «Кольская сверхглубокая», который основан на реальных событиях. Группа работала в Москве, специально выстроенных декораций. За северным полярным кругом. «Кольская сверхглубокая скважина» – самый масштабный секретный объект страны. В общем, мистический триллер. У нас в гостях Сергей Торчилин, который работал над такими проектами, фильмами, как «Домовой днюха», «Неадекватные люди 2», «Гуляй, Вася 2», и исполнительница главной роли Милена Радулович, которая известна всем, безусловно, россиянам по фильму «Балканский рубеж». Милена, как вы впервые попали в русское кино? «Доброе утро» или «Добрый день». Я очень хотела играть в русских фильмах и уже изучала русский язык, когда сделали открытый кастинг в Белграде на роли Асны. Она как раз должна была быть сербкой, а это же русско-сербское кино. Так что меня выбрали в итоге, и вот это первый шаг к моим русским проектам. А чем вас так привлекли российские кинематографисты, русское кино? Ну, у нас просто существует огромная любовь к русскому народу. Братушки? Ну да, и к русской литературе, и вообще к пьесам, и к фильмам. Так что мы как-то, я и росла, и училась на такой, на русской системе, так что... Станиславский? Да, конечно, да. Чехов? Да. Сейчас, мы сейчас перейдем к Сергею, но прежде чем мы ему зададим с Викой первый вопрос, я хочу, чтобы мы кое-что послушали. Сергей, это действительно звуки Кольской сверхглубокой? Доброе утро. Ну да, это, видимо, та самая запись, которую сегодня можно обнаружить в свободном доступе в интернете, которая некогда якобы перехватила... Это у вас украли? Нет, это еще не у нас украли, слава богу. А это та запись, которая перехватила финское судно, как раз в 87-м году, если не ошибаюсь, с Кольской сверхглубокой. И это совпало с тем самым событием, когда по необъяснимой причине шахту закрыли, и, в общем, все это было засекречено. То, что мы использовали как основу для нашего фильма. А как вам вообще попала эта история? Изначально, вы знаете, мне эту идею предложил Виктор Бондарюк, он же был автором первой версии сценария. И, собственно, эта идея мне показалась крайне привлекательной. И удивительно для меня было то, что она как-то не настолько популяризирована, хотя масштаб этого эксперимента сопоставим практически с выходом Гагарина в космос, на самом деле. Что вам рассказывали люди, которые работали на Кольской сверхглубокой? Вы знаете, самое разное. Ну, хотя бы одну какую-то мистическую историю в дополнение. Ну, про саму Кольскую, на самом деле, мнения очень разнятся. То есть даже те, кто там непосредственно был, некоторые военные, например, нам говорили, что действительно существовало, помимо самой Буровой, существовала и действительно полноценная пешеходная шахта туда, но это было засекречено, говорили о том, что, да, действительно были необъяснимые мистические явления, связанные, возможно, с садом или с чем-то, да, что Бур несколько раз что-то перекусывало, да, и приходилось там заново его начинать все работы. Ну, на самом деле, самое разное. Я уже хочу посмотреть. Мне уже нравится эта история, я обожаю мистику. А вы выяснили в итоге природу происхождения этих звуков? Ну, я точно этого не выяснил. В нашем фильме наши герои, безусловно, на этот вопрос отвечают, ну, или постараются ответить, по крайней мере. А так это до сих пор засекречена информация. Все понятно, за что Милена любит наш кинематографист. Почему ваш выбор остановился на Милене? Ну, да, на самом деле, такой сложный вопрос. У нас был очень-очень большой кастинг. И Милена просто пришла на кастинг? Нет, нет, не совсем так. Мы действительно столкнулись с большой проблемой, потому что в данном жанре, в отечественном кинематографе, фантастика вот с таким уклоном, мистика практически не девается в фильмов. И на самом деле даже в советское время не было такой большой традиции. Нет, это не Ви, да, мы скорее ближе там Солярис, туда можно. Все-таки Ви — это фильм ужасов, мы не фильм ужасов. Мистический трейлер, да. Ну да, мистический трейлер, да. И тут дело в том, что действительно не было каких-то аналогов там, ну, может быть, разве что копродукционный проект «Перевал Дятл» где-то там, но это тоже довольно локальная история, не такая масштабная, как у нас. И, собственно, традиции именно игры в этом жанре, к сожалению... А у Милены была? Думаю, что нет. Нет, но суть в том, что после того, как у нас был народный кастинг, потому что мы хотели специально найти вначале неизвестную актрису на эту роль, потому что, ну, по нашему мнению, это как-то не очень хорошо влияет на кино. Чем более узнаваемая личность, тем сложнее подать это все как под реальным каким-то соусом, да, потому что есть шлейф всегда. Вот, потом мы, когда не смогли найти в народном кастинге, пошли по звездам. Ну, и тоже все было немножко не то. И в результате я уже отчаялся, сказал, надо искать, наверное, кого-то в Европе. Вот, и тогда мне кастинг-директор положила, собственно, вот Милену. Я посмотрел ее пробу с другого проекта, она мне безумно понравилась. Мы пригласили ее и поняли, что да, это наша судьба. Милена, Россия на всех иностранцев производит абсолютно шнекшебательные впечатления. Сербия, эта страна все-таки более-менее теплая. Каковы были ваши ощущения от Крайнего Севера? Ух, ну, холодно было. Я никогда не видела в жизни настолько снега, несмотря была на этих курортах, каталась. Нет-нет-нет, это то, что мы в Териберге, например, видели, или в Заполярном, это снег, ночь. Но было очень возбуждающе играть 200 метров под землей. Или Териберга — это одно из самых красивых мест, которых я видела в жизни. Так что был такой интересный опыт, но нам было холодно. Милен, я прочитала, что у вас была сцена обнаженной на ледяном ветру. Как это вы выдержали? Ну, а что она сказала? Надо было это выдержать. Но вся съемочная группа старалась не мучить меня на этот день много. Я была в такой теплой машине, вышла, сделала полторы минуты то, что было надо, и вернулась назад. А чем вас привлек жанр мистического триллера? Честно говоря, я никогда не играла в ничего похожего, не делала в жизни. Ничего похожего. Так что роль такая вообще очень большой вызов был для меня. Её создать с самого начала и потом ещё и сыграть в всех этих обстоятельствах. Много там акционных сцен, интересный сценарий, интересный персонаж, который проходит через какое-то своё личное развитие. И я просто, как вы мне это предложили, я не думала много. Елена, а в каком в итоге фильме было сниматься страшнее? В Кольской, Сверхглубокий или Балканский рубеж? Эмоционально. Смотрите, да, эмоционально. Балканский рубеж — это что-то связано с нашей страной, с нашей историей. И ещё я тогда была, сейчас, мне кажется, гораздо моложе. Так что какие-то вещи для меня тут... И первый раз столкнулась с таким масштабным фильмом, а, ну, безусловно, труднее было сейчас. Вот я прямо чувствую любовь Милены к Пушкину, которую процитировал Онегин. Я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Сергей, я прочитал в интернете, что Милена специально тренировалась для того, чтобы выполнять трюки самой. Объясните вы мне, как продюсер, а какого чёрта вы позволили этой хрупкой, милой девушке выполнять самостоятельные трюки? И вдогоночку, была ли застрахована её жизнь и здоровье? Ха-ха-ха! Нет, я сама хотела. Я сама хотела. Я понимаю, что вы знаете, что мало ли что актриса хочет. Есть продюсер, который за всё это отвечает собственным карманом. Ну, во-первых, я всё-таки в большей степени креативный продюсер. Я за творческую часть отвечаю. А что трюки — это не творчество? Нет, так я говорю о том, что да, я больше думаю как раз... Конечно, для кино всегда лучше, если актёр это делает сам. Конечно, и Джеки Чан с его сотнями травм, безусловно, это подтверждает. Вот. Поэтому, да, у нас были травмы. Я думаю, Мирена лучше об этом расскажет. К сожалению, происходило иногда. Ну, мелкие неурядицы, скажем так. Но в целом, ну, Мирена прекрасно спортивно подготовлена. И поскольку у неё было желание, мы подумали, почему бы... А страховка? Нет. А страховка, насколько я знаю, у нас была, да. Была всё-таки. Да, да. Я не знаю об этом, но мне это было... Но вы не должны знать. Сверхинтересно. И что за травмы? Ну, только какой-то шрам остался так интересный. Ну, называемый Кольская, конечно. Но вообще для меня это было такое самое-самое интересное. Ну, огнетушитель ещё был, я помню. Огнетушитель, да. А как вы готовились к этим трюкам? Вот я прочитал, что вы... Там специальная подготовка. Что вы делали? Вот я хочу сказать, что это моя до сих пор любимая роль, потому что мне продюсеры обеспечили такую подготовку. Я, значит, приехала два месяца до начала съёмок. У нас были репетиции. У меня был репетитор по русскому языку, по произношению, чтобы меня потом не переозвучивали. И ещё у меня были тренировки с каскадёрами. И мы там делали разные вещи, которые связаны с гимнастикой, как, ну, падение, как делать. И в итоге я вошла в процесс очень подготовленно. А какой был самый сложный трюк во время съёмок фильма для вас? Вот там, например, есть одна драка. Вот это было для меня совсем новое. Потому что тут ещё надо операцией, ну, с партнёром работать. И вообще это было... Ну, там настолько их много, что больше как-то... Каждый день там падение, ну, там голые ноги, там кадр такой, что у вас нет никакой защиты. Вы просто так... Каждый день такое перепятие психическое, на самом деле, должны перейти. Типа, сейчас я упаду, и всё. Я... Я чёртов рационалист. Поэтому я пристаю к Сергею с такими абсолютно нормальными продюсерскими вопросами. Какой предварительный бюджет? Порядка 150 миллионов. То есть нужно 300 минимум собрать в прокате? Ну, нет. Совсем не так. Для экономики фильма это не прямая связь. Почему? Половина денег идёт кинотеатрам и 15% прокатчикам. Ну, это неплохие познания в области бюджета кинематографа. Ну, финансовая часть кинематографа. На самом деле, надо понимать, что сегодня очень большую часть даёт интернет, телевидение и международные продажи в том числе. Вот, кстати, о телевидении. Есть поддерживающий телеканал? Да, но я, к сожалению, пока не могу... Нет, мне вполне достаточно ответа, да. Ну, и несколько слов о партнёрах Милены. О тех российских звёздах, которые снимались в этом фильме. Да, но дело в том, что, опять-таки, у нас снимались, значит, Никита Девбанов, Николай Ковбас и Кирилл Ковбас. Да, господи, да. Его сын тоже, да. Такое вот совпадение у нас на кастинге произошло. Ну, ребята, на самом деле, очень старались, прекрасно справились. Сергей Иванюк, да. Да, и Сергей Иванюк, на самом деле, прекрасное открытие тоже этого проекта. Очень, я считаю, перспективный актёр. Но, опять же, мы старались не брать очень-очень-очень узнаваемые лица, потому что это не очень хорошо сказывается на таких жанрах именно. Милена, с кем хотели бы сыграть в паре? Том Круз или Брэд Питт? Брэд Питт. Почему? Всегда, ну, всегда хотелось. А и Том Круз такой же, ну, не очень высокий человек. Мне нужно чувствовать себя хорошо рядом с партнёром. Понятно. Тогда лучше со Стивеном Сигалом. Ну, он здоровый. Останёмся на Брэд Питте. Мечтаете в Голливуде сыграть? Ну, существует актёр, который не мечтает об этом, я так думаю. Но для меня это не была никогда такая реальная возможность. То есть я всё-таки более концентрирована на Европу. Я играю и на английском языке, я его говорю с детства. Так что хотелось бы что-то на Западе тоже сделать, но не значит, что это должна быть Америка. Сейчас мне хорошо тут. А я где-то прочитала, что вы пробовали себя в Голливуде. Нет-нет-нет, я просто сыграла... Ну, у меня был съёмочный день с Беном Кингслием. Я сыграла роль его дочки в одном фильме, очень короткую одну сцену. Вот так это сложилось. Очень много пишут в интернете о строительстве каких-то безумных декораций для этого фильма. Что это за декорации? Ну, да, совершенно верно. Мы строили декорации и в Москве, в павильоне наших партнёров по фильме киностудии «Амидия». Спасибо им огромное за помощь. Мы, собственно, всю подземную лабораторию выстроили в Москве, в павильонах Амидия. А на натуре мы строили экстерьер с Кольской сверхглубокой, вот непосредственно в Терибирке. Поэтому у нас было две локации с декорациями. Сергей, я прочитала, что вы фанат кино про зомби. В фильме «Кольская сверхглубокая» будут зомби? Ну, к сожалению, это такая, ну, честно говоря, не совсем корректная информация, которая там давно висит в интернете, но это не так. Вы не любите кино про зомби? Нет, я к нему отношусь спокойно, но не являюсь фаном, это не мой любимый жанр. Милена, Андрей из Подольска задаёт вам вопрос. Какие свои страхи и внутренние ограничения вы преодолевали ради работы над фильмом? Внутренние ограничения, ну, многие, действительно. Никогда, ну, не просто, каждая роль — это, ну, что-то, что... Всегда вы соглашаетесь на вызов. Ну, я сама вот это люблю. И всегда выбираю такие роли, которые для меня будут на данном... Ну, с самого начала тяжёлые, я всегда нервничаю и очень как-то тяжело захожу в процесс, чтобы потом стало легче и легче. А вот такие страхи, типа, физические, у меня их немного. Вот это на секунду так упасть или не упасть, или вообще... Но я просто не думаю о таких вещах много. Сергей, Юлия из Шатуры спрашивает, насколько сложно и затратно организовать столь масштабный съёмочный процесс? Ну, очень сложно. Не буду скрывать, да, что действительно это очень-очень-очень тяжёлый был проект со всех точек зрения. Особенно, ну, учитывая сложность локации, что мы действительно снимали, помимо павильона, что, в общем-то, привычно, да, то, что мы вынуждены были спускаться под землю на 200 метров, то, что работать на натуре в отрицательные температуры такие суровые. И то, что на этом фильме мы предпочли пойти путём таким более олдскульным и не делали упор на компьютерную графику, а старались все сделать эффекты настоящими, да, используя аниматронику, специальные эффекты на площадке, пластические гримы и так далее. Но организовать это очень непросто. То есть Милена была такой, Милой Йович, да, из фильма Resident Evil, да, из «Обители зла». Милен, а вы сами верите в сверхъестественное? Вы верите в мистику? Ну, в мистику так, ну, не уверена, что верю, но верю в судьбу. Не знаю, судьба какая-то существует, наверное. Так что это тоже какие-то сверхъестественные вещи. А вы, Сергей, в мистику верите? Ну, я верю в то, что мы знаем, на самом деле, очень мало, да, поэтому нужно как-то держать своё сознание открытым и в какой-то степени немножко оставаться всегда детьми, потому что мир удивительный, мы очень мало о нём знаем. Анна из Королёва пишет. «У Милены очень необычная внешность, красавица». Спасибо вам огромное. Когда ожидать выхода фильма в прокат? И я вот искала трейлер, и когда будет трейлер? Премьера трейлера должна состояться, если не ошибаюсь, 1 апреля. А фильм в прокат выйдет уже этой осенью. То есть, я так понимаю, что сейчас Сергей публично при всех пообещал прийти ещё раз и привести с собой красавицу Милену перед премьерой фильма и пригласить нас с Викторией на премьеру. Конечно, мы будем рады вас видеть обязательно. Спасибо большое. Ну что же, мы будем ждать премьеры фильма «Кольская сфера глубокая». У нас в гостях... Кстати, Милена, а вы волнуетесь? По поводу чего? Ну, по поводу... Вот пишет, кстати, ещё. «Видели Милену в Балканском рубеже». Очень сильный фильм. В общем, волнуетесь перед съёмками. Волнуетесь ли вы, когда снимаетесь, беспокоитесь ли вы о том, получится ли фильм? Да, очень. Очень. И стараюсь всё делать, чтобы, ну, как-то обеспечить хороший проект. Я вот даже на этом проекте, как сценарист, тоже подключилась в одном моменте, редактировала сценарий. Да-да, очень большой вклад в проект. Вот, да. Фамилия в титрах будет? Ну, вот пожелания. Да, пожелания, не знаю. Это вообще не важно. Важно, что у нас кино прогрессировало с каждым днём. И что я, на самом деле, могу сказать, что я, как очень строгая, это все знают в этой съёмочной группе, жёсткий в этом смысле человек, могу сказать, что я довольна нашим результатом. Как «Балканский рубеж» приняли в Сербии? Прекрасно. Это огромный хит был. Действительно, ну, и публика его очень любит. У нас звонок. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Александр. У меня вопрос к Евгению Аркадьевичу Ерчакову. Евгений Аркадьевич придёт после 12. После 12. Поэтому позвоните после 12. Спасибо. Ну что же. Мы будем ждать премьеры фильма. Напомню, у нас в гостях был Сергей Торчилин, продюсер картины. Один из продюсеров, да? Креативный продюсер. И Милена Радулович, которая известна, безусловно, всей российской аудиторией по фильму «Балканский рубеж». Мы с нетерпением будем ждать премьеры мистического триллера «Кольская сверхглубокая». Спасибо, ребят, что вы пришли. Спасибо вам. Спасибо вам. Синемания. Область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Сказано на Радио 1. Самые яркие цитаты нашего эфира. В Подмосковье могут построить дом, напечатанный на 3D-принтере. Площадь дома составит от 100 до 150 квадратных метров. Он будет напечатан по частям в цехе Московского завода бетонных изделий и собран на площадке застройки. Основными преимуществами использования такого оборудования является устранение проблем с доставкой стройматериалов, рассказал в интервью Радио 1 ведущий специалист по 3D-оборудованию группы компаний 3D-MOL Андрей Курьянов. Это, несомненно, неплохая технология. Основное преимущество в том, что вы можете модульно печатать дом прямо на строительной площадке. То есть, грубо говоря, привезти на строительную площадку огромный 3D-принтер, печатать панели, из которых потом соберете дом. Тем самым мы избегаем всяких логистических моментов, связанных с доставкой стройматериалов на площадку. Но здесь возникают вопросы касательно армирования. К сожалению, 3D-принтер пока не может армировать. Он печатает из армаволокна, но именно армировающие структуры он сам вкладывать не может, поэтому супервысокие здания не знаю, насколько будут крепкими и подойдут, пожалуй, не для любого клиента и не для всех регионов нашей огромной страны. 3D-принтеры используются сейчас не только в строительстве, но и в других областях, в том числе в машиностроении и медицине, добавил Андрей Курьянов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ничего себе! Да быть такого не может! Чему ты так удивляешься? Америку, что ли, открыла? Понимаешь? Позвонила по телефону 8 800 100 ровно 18 44, и вот в руках у меня бесплатный курс по изучению древнейшей книги Библии. Так а курс-то как называется? Библейские открытия. Кстати, и звонок по России бесплатный. Ты меня заинтриговала. Сейчас наберу. 8 800 100 ровно 18 44. Информация для слушателей 16+. Синемания. Область культуры. Вся палитра культурной жизни мира. Страны Москвы и Подмосковья. Мы продолжаем. У микрофона Виктория Малюкова. И Давид Шнейлеров. И напоминаю вам наши координаты. Номер в WhatsApp для сообщений. Плюс семь девять шесть шесть ноль три два пять восемь три два. Или звоните нам в прямой эфир. 8 800 100 501 0 1. У нас только что в гостях были создатели фильма «Кольская сверхглубокая». Мистический триллер. Фильм, который, возможно, ждет кассовый успех. Возможно, ждут хорошие международные продажи. Но фильм при этом, который навряд ли попадет на крупнейшие международные фестивали, такие как Венеция, Берлин и Канны. Сегодня закрывается 70-й юбилейный Берлинский кинофестиваль. Давид, чем отличается Берлинский фестиваль от других? Значит, вообще сейчас в свое время было четыре главных кинофестиваля в мире. Это Венеция, Канны, Берлин и Москва. Московский кинофестиваль был одним из лучших кинофестивалей мира. Кстати, в апреле месяце, открываясь очередной Московский кинофестиваль, мы с вами будем иметь возможность о нем поговорить, проанализировать и прочее. Но сейчас их осталось три по тем или иным причинам. На мой взгляд, Берлинский кинофестиваль – это фестиваль самый радикальный. То есть фестиваль, который наибольше всех отличается именно в сторону радикализма, в сторону шока, в сторону эпатажа. И вообще надо, чтобы зрители, наши слушатели понимали, что фильмы победителей фестивалей крайне редко выходят в широкий прокат. В отличие от фильмов, получающих Оскар, Сезар. Кстати, французскую премию Сезар три премии получил фильм Романа Поланский «Офицер и шпион». А фильм той самой дамы, которая инициировала кампанию против Романа Поланского, получил всего лишь за операторскую работу. Так что вся ее кампания, супротив Поланский, оказалась абсолютно никчемной. Так вот, к своему юбилею форум, вот этот Берлинский кинофестиваль, он резко омолодился. Новое кино, новые требования выдвинул интернет, появление платформ и так далее. И фестиваль решил предпринять некоторые шаги в сторону еще большего радикализма. Появилась программа, аналогичная Каннскому особому взгляду, под названием «Столкновение». Говорящее слово, да, Вика? Конечно. Прямо говорящее слово «Столкновение». И они в эту программу берут самые смелые, радикальные, эпатажные работы независимых режиссеров. Именно там Дау Наташа? Да, именно там Дау Наташа. Давид, поясните, пожалуйста, нашим слушателям, в чем радикализм? Значит, прежде всего, Дау – это фильм из десяти фильмов. Десяти. Который снял режиссер Илья Хоржановский. Сын блистательного нашего режиссера Андрея Хоржановского. Потрясающего аниматора и прочее. Что любопытно, что из десяти фильмов четырем Министерство культуры Российской Федерации не выдало прокатного удостоверения. То есть эти фильмы фактически запрещены для проката на территории России. Кинокомпания, в которой Илья снимал эти фильмы, подала в суд на Министерство культуры. Кто знает. Самое любопытное, что немцы, немецкие СМИ выразили серьезные опасения по поводу всего проекта «Наташа» и по поводу фильма «Дау» и по поводу именно фильма «Наташа». Хотя Илья Хоржановский снимал отдельные эпизоды, в том числе в Германии и на деньги немецкого бюджетного фонда поддержки немецкого кинематографа. Но немецкие критики обвинили режиссера ни много ни мало, как в бесчеловечности. Вообще это сильно. На, как все наши псевдопатриоты кричат, ах, толерантный Запад, ах, толерантный Запад. Вот этот толерантный Запад обвинил российского режиссера в бесчеловечность. Хотя фильм, как там обещал Илья Хоржановский, будет рассказывать об ужасах тоталитарного режима. Там есть совершенно кошмарные сцены. Те, кому это будет интересно, безусловно, влезут в интернет и представят себе, что такое отсидеть 10 фильмов подряд. Вот в этом отличие именно кинофестивалей. И, кстати, из этих трех кинофестивалей только у Каннского есть любопытнейшая договоренность с американской МПА, Ассоциацией кинопрокатчиков и кинопроизводителей, о том, что фильм, получивший золотую пальмовую ветвь, выходит в широкий американский прокат. Потому что у остальных нет. Это фильмы, новые это фильмы с новым словом в кино, поэтому они служат ориентиром для, так сказать, будущих поколений. Давид, а как вот вообще немцы относятся к нашим фильмам, вы знаете, нет? Как немцы относятся? Ну вот помимо, да, вот высказанного отношения к, да, Значит, новая фестивальная команда уделяет российским режиссерам значительно, слышите, значительно больше внимания, чем предшествующий. В программе «Форум» фильм дебютный Марии Гнатенко «Город уснул». Фильм режиссера нашего происхождения российского Вадима Перельмана, который снял блистательный фильм с сэром Беном Кингсли «Дом из песка и тумана». Потрясающее кино. Уроки «Фарси» Берлинале «Спешл». Особая программа, специальная программа Берлина. «Котлован» Андрея Грязева. Документальный фильм представлен в панораме. После мировой премьеры в Санденсе в Берлине будет показан фильм, который навряд ли увидят российские зрители. Какой? Кино Дэвида Фрэнса «Добро пожаловать в Чечню». Почему мы его не увидим? Потому что это документальная история о группе активистов, которые отважились помочь геям из Чечни уехать за границу. Решительный протест выразил Чечня. И думаю, учитывая особые взаимоотношения Российской Федерации с Чечнёй, с частью Российской Федерации, навряд ли мы увидим фильмы Дэвида Франца. Вот так относятся к России. Очень много российских работ. И всегда привлекал, я надеюсь, когда выйдет следующий фильм, младшего, ну уже не младшего, уже просто Алексея Германа, он тоже привлечёт внимание. Вот такой Берлинский кинофестиваль. Синемания. Область культуры. Ну что же, мы продолжаем. В эфире программа Синемания. Область культуры. Микрофона Виктория Малюкова. И Давид Шнейдеров. И на очереди культурные события Московской области. Кремлёвские курсанты атакуют. В селе Ярополец под Волоколамском начались съёмки документального фильма «Кремлёвские юнкера против Верхмахта». «Вермахта». 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 Посвящённого подвигам во время обороны Москвы. Съёмки также пройдут в Латошино. Там курсанты в первых боях взяли в плен немецких солдат. Документальный фильм покажут ближе к 9 мая на одном из федеральных каналов. Ну вообще Латошино, ну ладно. Асмус печёт, Асмус печёт. Кристина Асмус играет роль пекаря из подмосковного Протвена в фильме «Булки». Не подумайте плохого. «Булки» в буквальном смысле этого слова, в смысле печёные изделия. Кроме неё Борис Дергачёв, Марк Багатырёв, Валентина Мазунь, Дмитрий Власкин. Съёмки будут проходить в Подмосковье. Подмосковье продолжает смеяться. В Подольске стартовали съёмки комедийного криминального фильма «Убить босса». Роли, в котором исполняют известный артист Вячеслав Манучаров и звезда полицейского срублёвки Роман Попов. Что-то мне «Убить босса» напоминает. Какое-то до боли знакомое название. Уж не привет ли это Квентину Тарантино с его «Убить било». Ну хорошо, оставим на совести авторов. Для всех и бесплатно 22 февраля в Черноголовке. Пейте без остановки напитки из того, что рифмуется. Состоялась презентация «Арт. Пространство. Восход». Первая образовательная программа, которая пройдёт на новой площадке «Меняем город к лучшему». Благодаря тому, что пространство муниципальное, каждый из жителей может воспользоваться территорией абсолютно бесплатно. То есть даром. Далее подробнее. «Вампиры на улицах Чехова». Сериал «Вампиры. Средние полосы» с участием Михаила Ефремова снимают в Серпухове. В фильме с элементами фантастики задействованы Михаил Ефремов, Татьяна Догилева и другие известные артисты. И сейчас с нами на связи директор «Мособлкино» Евгений Сарамут. Доброе утро, Евгений. Доброе утро. Доброе утро. Евгений, вы сами верите в вампиров? Конечно. Они же снимают кино. Конечно верим. А почему именно Чехов? Чехов – самый вампирский город Подмосковья? Сознавайтесь, там ходят вампиры по улицам. Я не знаю, почему вы говорите про Чехов, если мы сейчас говорим про Серпухов. Про Серпухов, простите. Да, про Серпухов. Слушайте, ну Серпухов – исторический город, красивый. И он пользуется спросом не только в фильмах про вампиров, но и вообще исторические фильмы там снимают. Не только исторические, сериалы современные тоже там снимают. А как местные жители относятся к тому, что в городе снимают кино? Да, и положительно. Особо съемочные группы не создают проблем никаких. Поэтому жители спокойно к этому относятся, наоборот, интересуются. Им нравится, что их город пользуется популярностью у съемочных групп. И приезжают туда вот такие великие наши актеры. Поэтому все отлично, все хорошо. Евгений, какую помощь правительство Подмосковья и МОЗ Облкино оказывают кинематографистам, которые снимают в Подмосковье? Слушайте, ну основная помощь у нас – это, конечно же, работа нашей кинокомиссии. И она уже работает на протяжении двух лет. Может быть, первый год она работала не так активно, или заявляли о ней не так активно. Но сейчас у нас немножко поменялась ситуация, и мы о ней громко заявляем и говорим о том, что мы готовы помогать. Так вот, основная суть – это помощь, получение разрешений на съемки. Административная поддержка. Где-то какие-то сложности у кинокомпании, где-то они уже напрямую к нам обращаются. То есть сейчас мы ломаем эту схему, когда кинокомпания обращалась в местные власти и там пыталась что-то с ними договориться. Сейчас они обращаются к нам, и мы уже на себя берем эту ответственность административную для того, чтобы решить вопросы согласований съемок на той или иной территории. Евгений Геннадьевич, бывает так, что декорации кинофильмов становятся туристическими объектами? Если сегодня в Московской области такие места, или, возможно, планируются, может быть, вы что-то знаете об этом? Ну, да, сейчас это такое интересное место. Не то чтобы место, а интересное явление. И очень много мест по всему миру пользуются вот такими, такой туристической популярностью, где снимались какие-то знаковые фильмы. И в России уже появляются такие места. И вот в Московской области из последних можно привести то же «Сердце Пармы», которые снимаются в Раменском городском округе. И все исторические достопримечательности, исторические декорации, которые натурные были воздвигнуты, они останутся. Не знаю, насколько долго они продержатся, насколько качественно они сделаны, но мы хотим, чтобы это было еще одним местом притяжения туристов. Ну, замечательно, что вы упомянули «Сердце Пармы», потому что у нас очень скоро с нами на связи будет продюсер «Сердца Пармы» Игорь Толстынов. Евгений, присоединится ли Подмосковье к программе «Ребейта», когда кинематографистам возвращают часть денег, потраченных на территорию региона? — Слушайте, ну, да, это интересная тема, и уже тоже давно муссируется, и в правительстве Московской области это давно обсуждается. И уже были примеры, и уже некоторые были вещи, похожие на «Ребейт», ну, условно похожие, да, то есть был конкурс, Министерство культурное объявлено на возвращение части затрат. В общем, вот такие вот, ну, я не знаю, принимали участие несколько фильмов, ну, и, соответственно, был даже победитель, насколько я помню, это фильм «Зоя» про Зои Космедемьянскую, поэтому у нас уже есть такой пример. Насколько это будет на регулярной основе, насколько это будет более упрощено, я пока не знаю, но... — Пока я просто знаю, пять российских областей присоединились к программе «Ребейта», пять областей возвращают часть денег. — Мне кажется, даже уже больше. — Уже больше даже. — Даже больше областей присоединилось, и Московская область готова это делать, ну, может быть, просто немножко на других условиях. Поэтому мы готовы, уже у нас есть примеры, поэтому открыты, и вообще мы всех приглашаем в съемочные группы приезжать в Подмосковье, снимать, и готовы им оказывать человеческую поддержку. И местные власти тоже готовы оказывать человеческую поддержку, чтобы только их регион, только их муниципальное образование пользовалось спросом. Поэтому у кинематографистов, соответственно. — То есть правильно я понимаю вас, что если сейчас слушающие нас кинематографисты захотят что-то снять в Подмосковье, они могут обратиться напрямую в Мособлкино? — Так точно. Обязательно. Пусть обращаются. Все контакты известны, все явки, пароли понятны, поэтому мы готовы всем помогать. — Единственное, что, конечно, просьба к ним, это чтобы не было за два дня, что мы сегодня хотим снимать, а сегодня у нас возникла потребность и проблема. — Ох, как часто. — Конечно, нескорая помощь. — Как часто наши кинематографисты работают в режиме ошпаренной кошки. Спасибо огромное. С нами на связи был директор Мособлкино Евгений Сарамут. И мы продолжаем. В Подмосковье завершились съемки «Сердце Пармы». В 22 февраля в Подмосковье завершились съемки исторического фильма «Сердце Пармы» режиссер Антона Мегердичева по однамененному роману Алексея Иванова. Проект рассказывает историю присоединения Перми к московскому княжеству. На сегодняшний день картина считается одним из самых крупных, сложнопостановочных проектов отечественного кино. Съемки длились на протяжении практически 8 месяцев в Подмосковье и в Перском крае, где были отстроены уникальные декорации. В съемках фильма «Сердце Пармы» задействованы мегазвезды кинематографа Евгений Миронов, Федор Бандажчук, Роза Хайрулина, Алексей Кравченко, Михаил Евланов. Многие-многие другие премьеры фильма состоятся в 2021 году. И вы слышали, директор Мособлкино Евгений Сарамут сказал им о том, что декорации, построенные к съемкам фильма «Сердце Пармы», Подмосковье сохрани для того, чтобы, возможно, жители Москвы и Подмосковье могли бы посетить и увидеть, в каких декорациях, как снимают кино. Кстати, в Перском крае сохранили декорации. Сохранили. Да, и можно посмотреть, это как туристический объект. Да, мне очень интересно, когда же в России, в Москве, сделают, ну, такой парк, как «Юниверсал», где были бы сохранены декорации самых известных российских фильмов, чтобы люди могли приехать и посмотреть. Вы думаете, наша киноиндустрия уже доросла до такого «Юниверсал»? Ну, если мы открыли этот парк развлечений за безумные деньги, то, наверное, доросла. Я прочитал, что в этот парк развлечений в Ногадетской пойме 5400 – самый дешевый билет. Вот так вот. Кстати, по-моему, сегодня открытие. Да, сегодня открытие, так что ура. Но мы не про то, мы все-таки говорим про кино. Сейчас с нами на связи продюсер картины «Сердце Пармы» Игорь Толстунов. «Сердце Пармы» о самом проекте расскажите. Мы его делаем уже давно, долго. Еще впереди у нас постпродакшен, тоже долгий. Это полнометражный фильм по роману Алексея Иванова, рассказывающему о периоде в российской истории, в котором царствующий тогда Иван III собирал государство. И, в частности, дошли у него руки и до Пермского края, который назывался «Сармой». Где в то время княжил его же ставленник, князь Мухан, и на территории которого сосуществовали вполне себе люди с разными вероисповеданиями. Там уже пришли, понятно, христиане, православные. Там были местные жители аборигены, вагулы, перники. И там жили мусульмане, татары. А какой примерно бюджет фильма? Ну, порядка 700 миллионов рублей. Съемки фильма проходили в Подмосковье. Какие места Подмосковья были выбраны для съемок? Поставили большую декорацию в Домодедовском районе, в районе Володарки. Большую декорацию тоже двух городков и крепостей. Она такая значительная. Там много строений, территория, декорации порядка трех гектаров, где мы снимали летом и зимой. И вот сейчас мы зимой... Ну вот нам, конечно, очень осложнила жизнь вот эта бесснежная зима. Мы снимали еще в декорации, которая стоит в Главкино. Там стоит старая Москва. А как-то помогало вам правительство Подмосковья со съемками? Вы знаете, ну, так специально нет. Мы имели отношения с руководством района и собственниками этой земли, на которой мы ставили декорацию. В общем, в этом смысле простые отношения нам. Входит ли Подмосковье в программу ребейт? Я, насколько знаю, пока нет. Ну, разговоры ведутся в Москве и Москва, но в систему ребейтов пока эти регионы не включились, равно как и Петербург. А вот «Первь» организовала у себя, утвердила систему ребейтов, и то нам, безусловно, в помощь. Какова целевая аудитория проекта? Для кого этот фильм? Я не буду говорить, что этот фильм будет интересен всем, от малой до великой. Это, безусловно, не семейное кино. Это историческая экшен-драма с элементами мистики, я бы так сказал, которая изначально в романе присутствовала. Стараемся ее адекватно перенести. Это, скорее всего, должно быть интересно, как мы полагаем, основному ядру зрительской аудитории, то есть людям там, условно говоря, 20-35 лет. Ну, а дальше это можно говорить о всех любителях истории и просто хорошего кино. Когда нам ждать выхода фильма? В зависимости от даты завершения производства, мы дальше уже будем смотреть возможные даты релиза. Непростой вопрос совсем. Но мы рассчитываем, что это будет в 21-м году. Где-то мы будем показывать, конечно. Да пытался я просто... У нас тут замечательные ребята. Я пытался нажать кнопочку с отбивкой. Она, к сожалению, не прозвучала. Но так бывает. В общем, мы с Викторией в ожидании 21-го года. Мы в ожидании всего. И премьеры Кольской сверхглубокой, и премьеры Сердца Пармы. А сейчас мы с ней вместе с Викторией Малюковой уйдем готовиться к нашему следующему гостю, который уже нетерпеливо машет нам из-за огромного стеклянного окна первого подмосковного радио-1. И этот гость народный артист России Евгений Аркадьевич Герчаков. Синемания – область культуры. Вся палитра культурной жизни мира – страны Москвы и Подмосковья. Руза. Городу почти 700 лет. Его основателем считается князь Иван Калита. Он упоминает Рузу в духовной грамоте. Местные историки уверены, что Калита родился в русском крае. Путешественники едут сюда, чтобы увидеть загадочный языческий камень с человеческим лицом, прикоснуться к вековым деревьям и побывать в заброшенных полушкинских каменоломнях. Слушайте «Радио-1» в Рузе на частоте 107,6 FM. Сказано на «Радио-1». Самые яркие цитаты нашего эфира. Города Подмосковья становятся туристическими брендами. Дмитров – лыжные курорты. Зарайск, Коломна и Серпухов – уникальные исторические города. Истра – культурный и выставочный центр. А Клин – главное место проведения музыкальных фестивалей. Благодаря разнообразию туристических объектов и близости к столице, у Московской области есть большие перспективы для внутреннего туризма. Отметил в интервью «Радио-1» депутат Московской областной думы, заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Алексей Мазуров. У нас рядом гигантский мегаполис. Москва – это перспективы, конечно, внутреннего туризма, потому что жители Москвы и жители Подмосковья хотят приобщаться к культурным ценностям. И тут действительно козырь Московской области – это широкий веер возможностей. Это и исторический, познавательный туризм, экологический туризм. Это спортивный туризм и так далее. И уникальность Подмосковья в том, что оно представляет весь веер этих возможностей. Я думаю, что мы уже серьезно почувствовали отдачу от работы комитета по туризму Московской области. Мы видим, как активизировались туристические потоки. Особую ставку, наверное, мы видим, что будет сделано в том числе на привлечение иностранных туристов. Будет запускаться специальная программа для стимулирования туроператоров, которые привлекают иностранных туристов Московской области. Я считаю, что это будет серьезным драйвером развития для территории, потому что действительно есть все на любой вкус. Это индустрия впечатлений. И впечатлений можно набраться очень много. Алексей Мазуров о туризме в Подмосковье. Сказано на Радио 1. Реклама. Ничего себе! Да быть такого не может! Чему ты так удивляешься? Америку, что ли, открыла? Понимаешь? Позвонила по телефону 8 800 100 ровно 18 44, и вот в руках у меня бесплатный курс по изучению древнейшей книги Библии. Так а курс-то как называется? Библейские открытия. Кстати, и звонок по России бесплатный. Ты меня заинтриговала. Сейчас наберу 8 800 100 ровно 18 44. Информация для слушателей 16+. Потрясающие картины Гончаровой, Воснецова, Поленова, Айвазовского и других великих художников. Вы можете одновременно оказаться сразу в 11 музеях, посетив всего лишь один выстре. До 29 марта в комплексе «Новый Иерусалим» работает выставка «Цвет» 90 шедевров музеев Подмосковья. Это подарок ценителям живописи к 90-летию Московской области. Все работы в экспозиции объединены по цветовому принципу, что позволяет взглянуть на них по-новому. Великие полотна в неожиданном ракурсе в музее «Новый Иерусалим». Возьмите на заметку. Радио 1.Ньюз. Главные новости Подмосковья. Встречаем весну громко и весело. Широкая Масленица в усадьбе Захарова. 29 февраля на Большой Пушкинской поляне усадебного парка. И ярмарочный поезд, и катание на старинных качелях-каруселях. Взятие снежного городка, мастер-классы и, конечно же, блинное изобилие. А также большая концертная программа с участием Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». 29 февраля. С 12 часов. Широкая Масленица. В усадьбе Захарова. Без возрастных ограничений. В Подмосковье полдень. Радио 1. Первая подмосковная. Новости. В студии Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Россия подготовила более 350 карантинных зон на случай распространения коронавируса. Открытое горение ликвидировали на складе в Наро-Фоминском округе. И пять городов Московской области одержали победу во всероссийском конкурсе благоустройства. Подробности далее. На территории России подготовлено 366 специализированных мест, куда могут быть направлены граждане, помещенные на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она указала, что сейчас в России помещено на карантин 443 человека. Все граждане Китая. За ними ведется наблюдение. Попова также рассказала о состоянии россиян, эвакуированных с борта круизного лайнера «Даймонд Принцесс». По ее словам, все они чувствуют себя абсолютно хорошо, а их медицинские показатели и состояние здоровья в норме. Пожарные ликвидировали открытое горение в строении на Киевском шоссе в Наро-Фоминском городском округе. Возгорание тушит свыше 80 человек. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону. Сегодня около 7 утра поступила информация о возгорании в строении в деревне Софье на 49-й километр Киевского шоссе. Площадь пожара более 7 тысяч квадратных метров. По некоторым данным, горит склад на территории овощной базы, а пострадавших информации нет. Пять городов Московской области одержали победу во всероссийском конкурсе благоустройства и получили крупный грант. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. О победе подмосковных проектов Воробьев написал в своем инстаграме. Лучшие проекты – набережная Клязьма в Ногинске, улица Александра Невского в Егоревске, бульвар Кузнецова в Сергиевом Посаде, набережная реки Осетр в Зарайске и улица Советская в Волоколамске, перечислил губернатор. Он добавил, что награда грант в 314 миллионов рублей пойдет на благоустройство этих городов. Фестиваль «Солнечная масленица» состоится сегодня и завтра в усадьбе Архангельская в Подмосковном Красногорске. Символом праздника станет трехметровая кукла-масленица. Мероприятие станет одним из крупнейших праздников губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Для жителей и гостей Московской области подготовлены интерактивные игры, песни, забавы, катание на упряжке лошадей, мастер-классы, ярмарка и фудкорт. Для детей организуют надувной аттракцион «Самовар качели» и музыкальный интерактивный спектакль «Белоснежка и семь гномов». Посетить праздник смогут все желающие. Необычный благотворительный фестиваль «Кошки-мышки» проходит сегодня в центре Москвы. Взрослых и детей ждут не только коты и кошки, но и хорьки, декоративные крысы и мышки, которые ищут дом и заботливую семью. Об этом сообщили «Радио-1» в пресс-службе организаторов фонда помощи бездомным животным «Рэй». Для посетителей подготовили лекцию зоопсихологов, ветеринарных врачей, а также мастер-классы, благотворительную ярмарку, викторины и конкурсы. Фестиваль проходит в пространстве «Куатра» по улице Мясницкая, дом 13, строение 20. Российский певец, дважды участник и бронзовый призер Евровидения Сергей Лазарев анонсировал дуэт с певицей Полиной Гагариной в личном аккаунте Инстаграм. Певец выложил фотографию вместе с Гагариной и подчеркнул, что запись совместной в песне – исторический момент. Дуэту быть, пояснил Лазарев. Также он добавил, что новая песня будет бомбой. Американский актер Бен Аффлек стал блондином для роли в фильме «Последняя дуэль». Об этом сообщает Daily Mail. На фотографиях, появившихся в сети, видно, что актер сменил амплуат для нового фильма и стал блондином. Пока не ясно, чью роль он исполняет, однако у Аффлека богатый на украшении деталей костюм. Возможно, актер играет Карла Шестого. Вместе с Аффлеком и в фильме появятся Мэтт Дэймон и Адам Драйвер. Они предстанут в образе рыцарей, которые спустя годы из друзей превратились в дорогов. Курс валют По данным Центробанка России, доллар на выходные 66,99 рубля, евро 73,72 рубля. Погода По данным портала Яндекс, сегодня 29 февраля будет облачно. С прояснениями временами пройдет снег в столице. Плюс один по области от минус одного до плюс двух. Эти и другие новости на сайте radio1.news. Прямой разговор с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Самые актуальные проблемы и пути их решения. Конкретные поручения губернатора и контроль их исполнения. Исчерпывающие ответы главы региона на самые насущные вопросы жителей Подмосковья. Благоустройство, здравоохранение, образование, развитие территорий и многое другое. Что волнует именно вас. Слушайте повтор прямой линии в эту субботу, 29 февраля в 17 часов 10 минут на Радио 1. Оценить влияние скорости движения на возможные последствия ДТП несложно, зная элементарные основы физики. При скорости автомобиля более 50 км в час шансы на выживание пешехода при столкновении минимальны. Для пешехода это равноценно падению с высоты 12-этажного дома. Захотите ли вы признаться семьям погибших в авариях, что опаздывали на шашлык или к друзьям? Едешь в населенном пункте? Не гони. Идешь вдоль дороги ночью? Используй световозвращатели. Сохрани свою жизнь. При поддержке правительства Московской области. Синемания «Высшая лига». Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. На самом деле самые тяжелые, когда гостем Синемань является не просто актер, не просто режиссер, не просто художник, а друг. Близкий человек. Я для начала напоминаю, что программу ведет Виктория Малякова. И Давид Шнейдеров. И сегодня у нас в гостях народный артист России Евгений Герчаков. Сначала напоминаем телефоны, по которым с нами можно связаться. Что ждем ваши вопросы. Присылайте свои сообщения нам в WhatsApp на номер плюс семь девять шесть шесть ноль три два пять восемь три два. Или звоните в студию по телефону восемь 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 сто пятьдесят один ноль один. Также смотрите прямую трансляцию нашей программы на YouTube канале Радио Один и задавайте свои вопросы в чате трансляции. Мне всегда достаточно трудно разговаривать с Евгением Аркадьевичем, потому что есть между нами один невыясненный момент, который мы выясняем, Вика, много-много лет и не можем выяснить. Мы пытаемся понять, когда и где мы познакомились. Вы знаете, когда ведущий в такой тембр, хочется разговаривать о контрасте. Это возможно? У Евгения Аркадьевича на самом деле есть приз, которым я, насколько понимаю, невероятно гордиться. Что Евгений Аркадьевич Герчаков получил приз за лучшую женскую роль. Нет, я не горжусь этим, но... Как? Нет, но не продаю никогда свои призы. Никогда никому, потому что этот приз вручал все-таки Роман Виктюк. О, да. Да, это дорогого стоит. Конечно, потому что потом были проблемы. У Виктюка? Нет, у меня были проблемы. У Виктюка никогда не было. Он слишком трепетно вручил? Нет, просто народ так прореагировал, думал, что я из его команды. Тем более за лучшую женскую роль. Да. Я попытался, когда готовился, я вообще готовлюсь к интервью всегда. А это заметно. Я попытался Евгения Аркадьевича расчленить. Пора. Я тоже считаю, что пора. И расчленив я Евгения Аркадьевича на четыре составляющих. Это кино, театр, музыка и семья. Отлично. Расставь и объясни приоритеты. Что первое? Понимаете, ну, во-первых, очень трудно. И я в свое время для себя открыл, что комикам всю жизнь быть очень сложно. Потому что, когда из тебя уже песок сыпется, все от тебя ждут шуток, 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 шуток. Это очень тяжело. Ничего нет страшнее, чем старейший комедийный артист, поверьте мне. И как-то само произошло, как-то вот я перешел в трагики, наверное, в 90-е годы. Потому что я сыграл первую трагическую роль царя Эдипа на минуточку, Сафокла. Но к чему я это все рассказываю? Потому что, конечно, очень важно, если у тебя есть семья, безусловно. Правда, когда их много, то сложней. Ну, вот, это у меня третья семья, третья жена, третий сын, который родился у меня 15 лет назад. Мне было 55. Итак, первая семья. Да. Второе. Семья. Ну, семья, кино, театр, музыка. Что на втором месте? Ну, наверное, на театр. На втором театр, третье. Кино. И четвертое музыка. Да. Тогда начнем с театра. Вот такой я идиот. Надо было начать, конечно, все-таки. Музыка. Надо было петь, петь, петь. Я ведь умею, вы же знаете. Да, это все знают. Но, тем не менее, я не жалею ни о чем. Даже о том, что я сегодня с вами. Ой, спасибо, Господи. Спасибо тебе. Мне просто перед началом эфира Аркадьевич анекдот рассказал, я его вспомнил. Давай с театра начнем. Любимые роли? Ну, думаю, что Фрейд, Дали, Лир и Холстомер. Фрейд. Евгений Герчаков играет Зигмунда Фройда в спектакль, который сам и поставил. Король Лир – это спектакль, мюзикл, лиромания. Дали. Как он полностью называется? Он называется «Дали и испанская королева из Казани». Имеется в виду Гала. Совершенно фантастический спектакль, в котором Женя играет... Я могу говорить Женя. Конечно. В котором Женя играет Сальвадора Дали и рассказывает о взаимоотношении о страшном любовном треугольнике Сальвадора Дали, Гала и Аманда Лир. Один из спектаклей, который меня просто пробирает. Я его смотрел несколько раз. И, надо сказать, я не понимаю вот этого человека, который сидит в кепке, как он умудряется играть одно и то же, произнося одни и те же слова. Каждый раз по-разному. Я каждый раз, смотря Дали, смотрю разный спектакль. А какая роль для вас сложнее? Фрейда или Дали? Отца семейства. Нет, если выбирать из Фрейда и Дали. Ага, понятно. У меня нет сложности, проблем с этими героями. Вообще нет. Потому что это частица меня. Я как бы себя уже изучаю за эти годы. И это часть меня. Каждая роль, там есть часть этого артиста. Вообще, Давид, ты знаешь, что там, ну, артисты большие, крупные, огромные, какие угодно. Актеры, которые там играли. Гамли, это, к примеру, возьмем так абстрактно. Не моя роль. Короля Лира. Да. Ну, вы представите себе, что столько ролей, столько актеров было, которые переиграли эту там великую роль какую-то классическую. Что публике интересно? Они знают сюжет, они знают про что, чего. Им интересно, как этот артист повернет на себя все. Это тексты, эти подтексты, это авторское начало. Какой у него будет темперамент, какая мотивация. То есть он, важен этот артист, как он в этой роль. А вот как ты работаешь над персонажем? Вот тебе дают новую роль. Или Сергей Проханов, допустим, вызывает, говорит, Евгений Аркадьевич, я хочу вам дать роль в спектакле таком-то. Ты соглашаешься, и как ты начинаешь работать? Ну, первое, что хочется сказать, спасибо, не надо. Это первое. А второе, я прихожу, говорю, а мне бы хотелось сыграть совершенно другое. Хорошо, он говорит, сыграешь совершенно другое. Как ты готовишься к персонажам? Ну, я, как правило, если я вхожу в кабинет главного режиссера, я уже готов к репетициям. Артист должен быть оснащен. Он не должен месяцами, понимаешь, это все внедряться в образ, одевать на себя там что-то такое. Самая, казалось бы, ну, одна из самых сложнейших ролей, там, Зигмунд Фрейд, потому что это все-таки психология и медицина, и чего там такого нет. Любовь. Она мне далась очень легко, потому что я просто туда внедрил самого себя, в этот персонаж. А Сальвадор Дали, я просто как-то подошел к зеркалу и посмотрел так на себя, и подумал, хм, интересно, какие-то усы у меня лежали, я их так пристроил, посмотрел, сделал глаз. А меня всегда волновал этот человек, волновал вот этот вот Дали, что это такое. Я сейчас был на выставке в Манеже, и я был, хотя меня даже просили прийти, сделать перформанс, взять артистов, одеть костюм, усы. Я подумал, ну, зачем это надо? Там настоящий оригинал, великий. Я буду там устраивать перформанс. Но я пришел вот так просто, в костюмчике, все. И вы знаете, со мной фотографировались люди. Подходили и фотографировали. И благодарили. Вик, напомни еще раз, пожалуйста, телефон и смс-сообщение. Вика. Напоминаем нашим слушателям, что ждем ваши вопросы. Присылайте свои сообщения нам на WhatsApp, на номер плюс 7-9-6-6-0-30-2-5-8-3-2, или звоните в студию по телефону 8-800-151-01. Я просто заслушалась Евгения Аркадьевича. Да, я понимаю, с таким голосом. И мне не хотелось прерывать напоминанием телефонов. Жень, я в свое время ставил спектакль в Америке и столкнулся с поразительной разницей, господи, что я несу, а, в технике работы американских и российских артистов. Может быть, сейчас не так и как у тебя. Я пришел на первую репетицию, посадил артистов за стол, говорю, давайте разбирать, давайте читать. Они говорят, Давид, мы весь текст знаем наизусть, давайте на сцене репетируем, давайте делом займемся. Как ты работаешь? По-разному. Я как-то репетировал с Андреем Максимовым, небезозвестным тебе театральным критиком, режиссером. Мы с ним знакомы очень давно. Драматургом. Да, драматургом. И он пришел, я его немножко внедрил в этот театр, помог, потому что мы с ним были знакомы давно. Он привез пьесу собственного производства «Рококо» называется. Поначалу мне вообще не хотелось репетировать, он меня уговорил все-таки войти в спектакль. Я играл некого Виконта, это такая фантазийная история. И я начал репетировать. И долго, ну чуть ли не целый месяц, я говорил свой текст на репетиции. Свой. Он однажды так тактично при артистах говорит, «Евгений Аркадьевич, мне, конечно, неловко, вы все-таки народный. Скажите, а когда вы будете говорить авторский текст? Просто перед вами автор этой пьесы». Мне право, неловко. Ну, может быть, он не хуже вашего. Хотя, я не знаю, конечно. Я говорю, а когда надо? Как в том еврейском. Он говорит, завтра. Я говорю, хорошо. Я завтра уже говорил текст. У нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. У меня... Алло, алло. Да, да, да. Алло. Здравствуйте. У меня вопрос к Евгению Аркадьевичу. Да, 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 мы слушаем. Евгений Аркадьевич. Да, да. Евгений Аркадьевич, здравствуйте. Я знаю ваш вопрос. Отвечать можно уже? Шучу. У меня вопрос. У меня знакомые наши хорошие посетили недавно перформанс «Двое скрипка и евреи». А, это ко мне. Это ко мне, вы правы. Правильно, это ко мне. И шо? И были в неописуемом восторге. Неописуемые вы все какие-то. Случается. Я был заинтригован, но полез в интернет и ничего не нашел, где ближайшие могут быть спектакли, где ближайший перформанс и где купить билеты. У меня два вопроса. И еще они сказали, что будто бы вы его срежиссировали. Если возможно, что-то скажите из ваших уст о нем. И второй вопрос. Пожалуйста, подскажите, где можно его посмотреть, потому что в интернете нет информации. А еще у меня к вам благодарность. Слушайте, вы до утра решили нас тюкать? На Фрейде. И вам отдельное спасибо за Фрейда. Спасибо. Спасибо. Ура. Лучше деньгами. Ну, ладно, неважно. Отвечай. Хорошо. Значит, ребят, если это интересно, действительно так получилось. Как-то очень быстро мне было предложено продюсерами придумать что-то такое. Шла речь. Что такое счастье? Общий вопрос был. Что такое счастье? И мы решили вот таким перформансом, когда мужчина и женщина, скрипачи, двое очень сильных скрипачей, Сергей Ирженко и Скрипка, Прима Скрипка, мы ее так называем, они играли лучшую музыку, фантастичную музыку, не только скрипичную. И нужен был какой-то человек, который бы это все вот как-то разруливал, то есть рассказчик, который путем юмора, именно юмора. Вот так я решил этот вопрос, и мы быстренько, с двух репетиций мы это сделали. С двух. Вот примерно как вы в Америке. Вот. Ну, потому что анекдот, это, так сказать, тоже жанр определенный. Где и как его можно посмотреть? Мы сыграли первый раз, вот, может быть, этот слушатель был и не был, я не совсем понял, мы сыграли его. Его друзья были. Да, друзья, это зеркальный театр, зеркальный зал Москонцерта на Пушечной, в самом центре Москвы, билеты были полностью проданы, и никто не ожидал этого успеха, никто, даже рассказчик не ожидал. Сергей Рыженко. Да, скрипач, очень сильный скрипач, играл в разных группах. Это, он же играл в ДДТ. Да, 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 совершенно. Рыж, конечно, он скрипач в ДДТ. Вот готовил, Викторий, видите, какой у вас ведущий. Рыж, восхищаюсь. Это правда, он сильный очень. И я такие делал, подходы такие интересные. В зал просто не хотел уходить в конце. 300 человек сидит в зале, я говорю, ребята, а что вы не уходите? А, попродавали квартиры, я понимаю. Скоро пойдет где-то. Жень, смотри, забросали смс-ками, поэтому давай, я читаю, ты отвечаешь. Кино и театр, если бы нужно было оставить что-то одно, что бы это было, Карина из Павловского посада? Кино или театр? Театр или кино? Бросить? Да. Ни то, ни другое, я не могу бросить. Простите, Карина. Кто из старших коллег-товарищей на вас повлиял? На меня повлиял артист Павел Успека. Это великий артист, прошедший тяжелейший путь в своей жизни. Просто гениальный как актер. Не сотвори себе кумира, все это знают. А вот для меня это кумир. Человек-инвалид, который столько вытерпел и с этим театром, и БДТ в частности. Какую роль вы никогда бы не согласились сыграть? Я бы не согласился сыграть. Вопрос интересный. Просто же должен быть, по идее, ответ вопросом на вопрос, смотря за какие деньги. Ну, это банальный вопрос. Вернее, вопрос очень хороший. Ну, не знаю, вы знаете, я когда-то, я не очень люблю отвечать прямо на вопрос. В театре армии, когда я работал, секретарь парт-организации нашего театра получил роль Гитлера. Михаил Шатров предложил пьесу «Конец», под названием «Конец». На огромном, на фасаде театра было написано «Конец». И артисту надо было сыграть Гитлера. А там все происходит в бункере. Нет ни одного солдата, русского офицера. Последние 10 дней, когда вот бункер Гитлера. Он однажды, во-первых, отказывался. Я секретарь парт-организации, я не могу играть эту роль. Ну, Петр Ильич, ну это же все-таки театр. Ну, не могу, вы понимаете, я ненавижу это чудовище. Уговорили. Приходит на репетицию однажды, говорит режиссеру, говорит, вы знаете, я получил допуск в библиотеке, в эти, за хрома КГБ. Оказывается, у Гитлера, у Адольфа было одно яичко. Пауза. Актриса, которая репетировала, Ева Браун, говорит, да, ну какое. Все. А ваш герой Дали в спектакле говорит, «Стремитесь к совершенству, оно вам грозит». К чему сегодня стремитесь вы? К совершенству. Он, это я перефразировал эту фразу, просто когда-то его одолевала одна художница, чтобы он посмотрел хоть одну ее картину. Она никак не могла к нему пробиться. И однажды на ходу она все-таки подсунула ему эту картину, и он походя сказал, «Не стремитесь к совершенству, оно вам не грозит». А здесь я немножко передел эту фразу. Какой вид досуга вам предпочтительнее? Полежать на диване с книжкой или пойти, например, на выставку? Все зависит от того, сколько я выпил. И сколько съел. И что съел. Что тяжелее, заставить зрителя плакать или дать ему повод посмеяться? Вы знаете, существует мнение, что комедийные артисты настаивают на том, что гораздо сложнее заставить зрителя смеяться. Я утверждаю, что это неправильно и неверно, потому что я играл и то, и другое, и продолжаю этим заниматься. Что такое сыграть трагическую роль? Это надо помимо репризы, которые ты выучил и там шлепаешь, если ты даже от себя что-то импровизируешь, надо сердце свое открыть, раскрыть, чтобы туда еще никто не плюнул, вовремя закрыть и потом выйти на поклоны, и чтобы в зрительном зале все плакали. Ну, это задача театра трагичная. Знаешь, я в свое время брал интервью своего ректора Владимира Абрамовича, что я ему задал такой же вопрос, он и хмалил, сказал, «Давид, я профессиональный артист, меня пять лет этому учили. Вот что мне режиссер скажет, то я и сделаю. Скажи, чтобы зал смеялся, зал будет лежать от хохот. Скажи, чтобы зал рыдал, зал будет рыдать. Я профессиональный артист. Ты профессиональный артист. Можно честно сказать, более чем. Более чем. А тогда скажи, бывает такое, что зал ревет от восторга, а режиссер говорит, Жень, ты плохо сыграл. Конечно. Наоборот, зал мертвый, холодный, режиссер говорит, ну, ты гений. Ну, конечно, это сплошь и рядом, ну, не знаю, всякое бывает, знаете, с худсовета обычно выходят, и какой-то человек обязательно говорит, ну, все говорят дерьмо, а мне понравилось. Есть такие ходы. Я когда-то был в одном из провинциальных городов, у меня был свободный вечер, и я зашел в театр. Премьера была, огромными буквами написано премьера, комедия, не помню название даже. Моется себе представить. Я вошел в зал, там было МЕС-400, премьера, в зале сидел человек 50. Начался спектакль, не смешно, 10-20 минут, не смешно. Я думаю, когда же будет смешно. А рядом со мной сидит какой-то мужик, хохочет над каждой фразой. Вот над каждой фразой. Я сразу подумал, что это главный режиссер. Но когда я посмотрел на его туфли, я понял, такие с загнутыми носками, знаешь, как приключение маленького мука, лакированный. Я понял, нет, он не может. А рядом сидит женщина, которая все время локтем и говорит, Вася, прекрати неловко. Вася, я прошу тебя неловко. Спектакль заканчивается, он встает и говорит, боже мой, какое дерьмо. Знаешь, как он там, как он там. И тут я упал со стула, у меня началась комедия. Я просто упал, это было гениально. Он рядом сидел за мной. У спектакля «Любовь по Фреду» есть эпиграф. Негоже на других пенять, не требуя анализа, умом Россию не понять, без помощи психоанализа. Как бы вы определили структуру личности нашей страны с точки зрения Фрейда? Есть там невротик, психотик. Нашу страну и с психоанализом не понять. Я думаю, Давид меня понимает. Невозможно. Невозможно. Нет, невозможно. Я знаю, насколько ты тонок ко всей этой истории, ко всей этой комарилии. Но понять это невозможно. Но попытки должны быть именно через Фрейда. Знаете, у меня там, ну, называется «Любовь по Фрейду». Ну, там много всего. Я откопал там очень много юмора, что очень важно. Но спектакль не медицинский. Там нет ни одного халата. Это все происходит в кабинете Фрейда. Но, тем не менее, когда один артист, это альтер-эго Фрейда, говорит, ты помнишь, когда он говорит, это же надо в сторону Фрейда написать столько ерунды, что кокаин помогает от заикания и улучшает потенцию. Боже мой, в мой адрес. Я говорю, вы не поняли главного тезиса, что кокаин помогает избавиться от морфии. Зам. Зам валяется весь. Еще говоря о спектакле про Фрейда, вы сказали, что все гении – каннибалы. Объясните, почему? Посмотри на его зубы, Вика, посмотри на его зубы. А еще то, что гении делают женщин несчастными. Мне очень интересно, почему? Ну, потому что они не замечают, во-первых, этих женщин. Не замечают этих чувств. Они думают только о своей вот этой генеральной линии партии. Слушай, а скажи мне, а вообще артист может существовать без ощущения, что он гений? Нет. Спросите любого артиста. В любом театре он гениален. В любом театре. И без этой мотивации нечего выходить на сцену. Но решаешь-то не ты, чувак. Знаете, я разговаривал с одним артистом большого театра. Он 45 лет в мемансе. Вы знаете, что такое меманс? Который стоит на заднем плане, держит знамена, хоругви. Никакого текста. Никогда. Но, тем не менее, даже за границу его возят. Он такой четкий, в костюме. Гримируется больше всех. А он стоит на 15-м плане. И вот он говорит, я стою там столько лет. Иногда на поклонах я смотрю. Потом дальше хор. Потом солисты. И вот цветами забрасывают этих всех. И мне так хочется этой эльбарды. И кого-то шарахнуть, побалдеть сзади. Столько лет. Мне ни одного букета. Я сдерживаюсь только потому, что я понимаю, что я так не смогу. Я прочитал про тебя, что ты в детстве хотел стать футболистом. Я и стал. А, так скажи мне, Месси, Мбаппе или Роналду? Конечно, Роналду. Роналду лучше, чем Мбаппе. Нет, просто он симпатичнее. Слушайте, а наш гость большой эстет. А что ты делаешь, если текст забываешь на сцене? А я иду дальше. Никогда нельзя. Вы понимаете. Знаете, в театре армии гениальное. Там много было всего закулисного. И на сцене идет спектакль «Забыть Герострата». Помнишь великая пьеса «Забыть Герострата» Григория Горина? Есть персонаж, человек от театра. Он выходит до начала спектакля, садится за современный стол в современном костюме. И Горин любил такие, Гриша, монологи. Такие от себя, уже из нашей жизни о том, что там на сцене. И он как бы не знает, что там происходит. Не пришла актриса, которая должна была выйти на эпизод и сообщить ему и зрителям, что Герострат поджег храм Артемиды. Это целая история, которая поворачивает весь сюжет. Не увидели, ее нету, парик лежит, шиньон там лежит, а ее нет. Забыл. И хотят его предупредить, этого артиста. Его звали Боря, что сейчас неизвестно, кто выйдет. Потому что там одевают костюм на кого-то, то ли на помреже, который должен сказать. Это текст. Ему говорят из кулисы, Боря, Боря, Боря. Вдруг мужик из зала говорит, Боря, вас зовут. Я напоминаю, программу ведет Виктория Малякова. И Давид Шнейдеров. У нас в гостях народный артист Российской Федерации Евгений Аркадьевич Герчаков. И мы напоминаем нашим слушателям, что ждем ваши вопросы. Присылайте свои сообщения нам на WhatsApp на номер 79660325832 или звоните в студию по телефону 8 800 151 01. Ну и я думаю, сейчас пора переходить к следующей грани. Я сейчас скажу так. К следующей грани безграничного таланта Евгения Герчакова. Как раз смс-ка пришла по этому поводу. Что есть у актера театра, чего нет у актера кино? Очень маленькая зарплата. У актера театра очень маленькая зарплата. С чем я поздравляю артистов кино? Все. И больше ничего нет? Ничего. Хорошо. Тогда, ну и, собственно, начнем с того же любимой роли в кино. Я очень люблю фильм «Вино из дуванчиков». Я помню, ты видел этот фильм. Действительно, Игорь Апосян Таланкович. Ушедший из этой жизни снял стильную картину. Очень стильную, какую-то нежную, по-настоящему, искреннюю. По повести или роману. Рэй Брэдбери. «Вино из дуванчиков». Это тонкая работа, и она мне как-то удалась. Это было много лет назад, 91-й год. Ну, я сыграл в там сериалах, я не знаю. Я много тоже снимал сериалы. Я сыграл Иоанна Грозного на минуточку в сериале «Нереальная история». А что вообще нужно для того, чтобы заполучить Евгений Керчаков картину, кроме гонорара? Ну, нужно, наверное, вера. Вера в артист. Вера. Надежда, я помню, еще любовь. Их трое было. Вот. Вера нужна в артиста. Я попал к Алексею Герману чисто случайно, великому режиссеру, ушедшему. Фильм «Трудно быть богом», напоминаю, для всех. Шедшего из этой жизни. Меня привезли в Питер. На меня смотрит Алексей Герман, великий режиссер для меня. Глазки влажные такие, пятилетнего ребенка, губки такие пухленькие. Смотрит на меня и говорит, Евгений Аркаевич, он разговаривал очень тихо и заставлял всех артистов в кадре говорить вот так, как примерно вот сейчас я говорю. Не признавал, когда актеры там что-то громкость поддавали свою. И говорит, вы знаете, по-моему, вы у меня не снимались. Нет, точно не снимались. Он делает вид, что он не помнит. Я в театр не хожу, как Гогатов Станогов умер. Я был у него ассистентом. Вы ведь, наверное, даже не знаете об этом. Я говорю, нет, не знаю. А, да, был ассистентом. Вот. И телевизор я смотрю только, когда моя картина идет. Я больше ничего не смотрю. Просто мне понравилась ваша морда. А почему вы назвали фильм... Я говорю, а мне ваша. Он говорит, ну, на, пробы не нужны. Спасибо. Все. Почему вы назвали фильм «Трудно быть богом» Алексея Германова, что он неудачный, сказано? Я, когда снимался, я почему-то это чувствовал. Потому что актер не вален в кино. Давид, ты знаешь, актер выполняет свою роль или функцию. И только знает режиссер о финальном, о финале этой картины, как она сложится, потому что многое значит этот так называемый монтаж или концепция этого. Актер не знает. Но я видел, что это было очень монотонно. Очень часто это было грубо. Но вообще мы много раз были на съемках этой картины. И изначально уже снимал сколько? Больше десяти лет он работал. И изначально это вообще было другое кино. Вообще другое кино. В принципе. По всему. По манере игры, по съемкам, по тонированию. Все было совершенно другое. Кстати, ты согласен с тем, что актер — это пластилин в руках режиссера? Ну, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Я всегда был сложный для режиссеров пластилин, потому что мне казалось, что я не просто исполнитель. Я всегда хотел быть художником на равных. Как можно быть на равных с режиссером, ты же понимаешь? Но мне хотелось. И я иногда достигал успехов. А ему это почти невозможно. Хорошо, тогда скажи мне, пожалуйста, как часто режиссер Евгений Герчаков ругался с исполнителем роли Фрейда Евгением Герчаковым? Я выбрал свой путь. Никогда. То есть тот случай, когда актер режиссеру не сопротивлялся? «На меня нельзя кричать!» Сказал я. Ты режиссер. Ты сказал в лицо ему. Да, да. Сказал, прекратите на меня кричать. Да, вот так. Примерно так. Почему ты иногда соглашаешься на крохотные эпизоды? Ну, потому что я вообще начинал играть эпизоды, как это бывает в театре, с самого начала. Особенно в театре армии, конечно. Я играл эпизоды блистательно. Я всегда уходил со сцены на аплодисменты. Но мне это надоело. Я понял, что я уже готов. Я уже подготовился к этому. По театру ходила молодая актриса, красавица, и говорила там в комнате отдыха. Девчонки, ну, когда это кончится? Когда я прекращу уже играть массовки? Я талантливейшая актриса. Я красивый. Девочки, ну, вы же знаете, нашла кого спрашивать. Ну, видите, я красивый. Мимо проплывала Нина Афанасьевна Сазонова, вы помните, и говорит, и слышит этот текст. И говорит, девочка моя, надо ждать. Надо ждать. Эта девочка говорит, кому? Скажите, кому? Я помню цитату из чудной пьесы Охиджаковой. Петрушевская, квартира для Коломбинок. Она говорит, деточка, Джульетта роль возрастная. Тоже похожа на правду. Я просто заговорил про кроханные эпизоды, потому что в фильме нашего общего друга Бориса Грачевского «Между нот» есть эпизод, который, на мой взгляд, ну, просто выбивается из всей картины, от которого зал ревет в восторге. Именно небольшой эпизод с Евгением Аркадьевичем Герчаковым. И я помню, я видел несколько раз этот фильм. Видео именно, когда простые зрители смотрят, которые сразу после фильма бегут к Евгению Аркадьевичу. И говорят, ах, как вы сыграли этот небольшой эпизод. Знаете, у нас в нашей редакции есть очень большая поклонница ваша. И она мне вчера сказала, что вы для нее особенно раскрылись в фильме «Бабушка легкого поведения». А как вы относитесь к этой роли? И почему такая реакция? Я обожаю этот фильм. И первый, и второй. И считаю, эта работа очень удачная. Когда меня спрашивают там, а вы играете бабушку легкого? Я отвечаю, я своих бабушек уже отыграл. Я сыграл три женские роли. И поэтому для Саши Ревы есть, как-то, персонажи, где это все подсмотреть немножко. Арфистка была первая? Это была, нет. Первая старуха Хармса. Старуха Хармса. В кино? Да, потом была арфистка. И была, был... А, нет, первая это был сериал «Клубничка». Ситком. Да-да-да, ситком. Где я играл певицу. Это первая мыльная опера. Да-да-да-да. Я пела там, я пела там. Я играю мужика, который пришел подработать. Пришлось переодеться. Я пела. Я лежала навзничь. Грудь моя вздымалась. Из глаз струилась слеза. Вы в занавеске нервно теребили. И бросали мне в лицо гневные слова. А за окном нам о любви пел песню «Зяблик». Мне так нравится тембр голоса Евгения Аркадьевича Герчакова. Я, на самом деле, знаешь, почему у меня такой голос? Потому что я ему подражаю. Я его знаю ровно столько лет, что я свой голос формировал. Какую музыку ты любишь? Да, я разную люблю музыку. И особенно в моем исполнении. О, кстати, а давайте мы сейчас послушаем музыку в исполнении Евгения Аркадьевича Герчакова. И более того, я сейчас предложу Евгению Аркадьевичу, конечно, если он пожелает, подпеть. Сейчас, в конце пути, Когда наступит час прощания, Я вам, друзья мои, Открою все без колебания. Я жизнь испил до дна, Изведал все я в ней. Не скрою, Но все Пусть видит Бог Я был Собою Я сейчас заплачу, Гвадь. Давай, давай. За спеть Платил почта Да. Я прочее заплачу. Слушай, а ты вокалом занимаешься? Распеваешься по утрам? Как ты себя в форме? Нет, нет, я так прокричусь немножко, да. Мне, правда, не на кого кричать, Потому что сын меня понимает, Как? Как свои пять пальцев. И когда я ему говорю, Егор, как твои дела в школе? Он говорит, папа, не поверишь, Только ради тебя хожу. Вы проводите творческие вечера Вместе со своими детьми, Со своей династией. Что происходит на этих вечерах? Мы поем, Разговариваем, Танцуем, Показываем кино. Анекдоты рассказывали. Да, безусловно, конечно. Есть вещи исторические. Например, я За полгода до Майдана Меня пригласили На какие-то то ли русские сезоны В Эстонию. Город Пяр. Но я взял с собой Егора. Сейчас, секунду. Дело в том, Что Евгений Аркадьевич Герчаков Выступает на сцене С двумя своими детьми. Значит, его сын старший, да, Не имеет отношения К актерской профессии И не поет. Нет, он юрист. Он юрист. Да, это... Звать его Лев. Лев не поет. Лев только рычит. А вот двое других детей, Ольга Герчакова И Егор Герчаков, Выступают в таком творческом Трио со своим отцом. Причем, что забавно, Что Ольга джазовая певица, Женя поет эстраду, В хорошем смысле этого слова, А Егор поет рэп. Как вы вообще живете Втроем на одной сцене? Это правда. Так вот, на этом На этом противоречии, понимаете ли, Возникает это трио. Ну, просто я вспомнил когда-то, Помнишь, это пьеса Цветаевой «Три возраста Казанова». Да, да, да. И я свою программу назвал «Три возраста Герчаковых». И она имеет успех. Она имеет успех. Ну, вот и дальше, значит, Мы едем в Пярну, Подъезжаем к эстонской таможне. Он сидит с этим паспортом На верхней полке. Я говорю, Егор, приготовься, Сейчас войдут эстонцы в таможне. Входит дама с огромной собакой. И говорит, паспорта, пожалуйста. Он ей паспорт сверху, Она смотрит паспорт, говорит, Егор Евгеньевич? Он говорит, да. Куда едем? Он говорит, в Египет. Собака присела. Собака наточена в Египет. Она присела. Это, говорит, кута, кута. Он говорит, а что, есть проблемы? Она говорит, нет, проблем нет. Выходит из купе. Я говорю, Егор, ты что делаешь? Нас сейчас садят точно. Ты что? Он говорит, папа, мы кута едем. Я говорю, в Эстонию. А чего нас спрашивают? Кута едем? Егор также играл, да, Во второй части бабушки. Он попал, потому что, да, он попал, Он ждал своего часа, Потому что мы знали сценарий, Надо было сыграть роль олигарха, Сына олигарха, Брошенного олигарха, Который играет харизматик, Назовем его так, Диму Нагеева. И режиссер смотрел детей. 50 детей посмотрел, Позвонил, Когда ему нужен был 51-й ребенок. А когда ждать выхода третьей части? Когда будет вход. Еще нет входа? Когда будет вход, Потом нет, Пока он пишется, этот сценарий. Саша мне Рева звонил, Сказал, что работаем. Скажи, а ты изначально видел В Ольге и Егоре артистов? В Ольге я бы не сказал, Хотя мама актриса у нее, Наташа. А Егора я родил для династии, Конкретно для династии. Я попросил жену Оксану, Так как Лев... Чтобы сохранить фамилию. Но Лев же сохраняет фамилию. Не, ну Лев сохраняет, Но он артистом. Я хотел, чтобы он был артистом. А он, он не артист, Он был хороший поэт. В 8 лет он написал стихотворение. Оно оказалось единственным В его, как бы, ну... Творческой биографии. Да, я много в тот раз, В то время играл Хармса, Читал, там, долго дома репетировал что-то. И он 8 лет, Лев написал, Что нужно папе сцена, полный зал. Что нужно папе маме теплота. Что нужно маме ни хрен какой-нибудь, А муж хороший. Что нужно маме лев и красота. Что нужно мне любовь и красота. Нет, мне нужно немножечко покушать. Ха-ха-ха-ха. А какие сказки вы читаете своим внукам? Да какие сейчас сказки, когда... А вот я спрашиваю, Вы что-нибудь на Ютьюбе смотрите? На Ютьюбе, ну... А ты умеешь заходить в Ютьюб? Да, конечно. Зачем? Ну как, иногда там есть Какие-то хорошие передачи, Связанные с артистом Герчаковым. Да. Безусловно, это повод. Когда ты выступаешь на сцене с детьми, Что чувствуешь? Волнуешься? Нет, я не волнуюсь. А они? Они волнуются. Вот и Оля говорила. И это правильно. Пусть волнуются. Пусть волнуются. Папе без 30 и 100. Они что, не должны волноваться? Алло, добрый день. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лиза. И в одном из интервью я читала, Что вы говорили, Что сцена для вас это храм. И вот мне бы хотелось узнать, А что вы вкладываете в это понятие? Спасибо, Лиза. У вас такое красивое имя. Зачем вы меня об этом спросили? Это больное место. Когда ты начинаешь ходить... Нас всегда учили, Что театр, допустим, Это храм искусства. Потом проходит несколько лет, И ты начинаешь думать, Думать, нет, Это скорее караоке какое-то. Потом проходит еще несколько лет, Думаешь, что это Государственная дума Или Мосгордума. Когда ты доходишь до анатомического театра, То там уже настоящий театр. Вы знаете, у меня была... Лизочка, простите, Что я не отвечаю вам прямо в лоб. Я просто... У нас подруга была, Мои родители, Вот папа был военный, Мама актриса. И лучшая наша подруга была всегда... Мы жили и в Питере, И на Камчатке, И в Севастополе. Она была главной патологоанатом Севастополя. Самая смешливая женщина, Которую я видел. Она хохотала невероятно. И любила анекдоты. И я прекрасно понимаю, Даже почему. Психологически можно понять. Ну, в общем, да. Слушай, я пытаюсь понять, Почему ты не создаёшь свой театр? Джигарханян создал... Почему ты? Почему нет театра Евгения Горчевова? Очень страшно встретить на этом пути Свою Цимбалюк. Цимбалюк это кто? Жена Джигарханян. А, ну да-да-да-да. Это невероятно. Но Калягин обошёл себе с Цимбалюк. Да, ну у него там были, На него там писала донос какая-то женщина, Что он пытался её изнасиловать. У него была история несколько лет назад, Что где-то там в кабинетах Его там чего-то он отбивался. Писал, говорил, что я не могу. Я мужчина только на сцене. Слушай, скажи, Насколько я тебя знаю, Вот много-много лет Ты в определённом смысле, В определённых смыслах Старомоден и консервативен. А тебя никогда в Херасмонте не обвиняли? Каждый день. Я думаю, что... Я понимаю, что у тебя от Херасмонта Родилось трое детей. Это я понимаю всё. Но актрисы, Которые, знаешь, Я вот теперь серьёзно. Когда проходит много лет, И вдруг известная актриса Говорит про великого режиссёра. Он меня прижал в дверях, Пытался поцеловать. Как ты к этому относишься? Ну, я смеюсь. А тебе не обидно? Обидно, конечно. Ну, во-первых, актриса должна отдаться полностью. И как-то потом, придя в себя, Может быть, она что-то там и соображает. Но мне кажется, если актриса настоящая, Она должна верить предлагаемым обстоятельствам. И не отбиваться хотя бы. Я знаю одну актрису, которая сказала, Я не сделала свою карьеру, Только потому, что я ни разу не отдалась режиссёру. Какая я была дура. Какая я была дура. Но это очень резко, резковато. Нет, но я знаю актрису, Которая говорила всегда, Что если ты хочешь хорошо сыграть главную роль, Ты должна переспать с режиссёром, Потому что только в постели он тебе, Во-первых, раскроет свой истинный замысел, В-вторых, только там ты почувствуешь, Что он хочет на самом деле. Ну да, но как кто-то говорил в пьесе, Или режиссёра, не помню, Он актрисе одной говорил, Вас наполнить, и вы исполнить. Она сначала не поняла. Потом. Вообще театр это такая вещь. Вы знаете, в древнегреческом театре, Во время спектакля, Людям, которые шумели, не смотрели спектакль, Били по рукам, по ногам, по спине палкой. Понимаете? И ничего, терпели. Знаешь, вот я сейчас тебя послушаю, Подумал, как было бы хорошо иметь Подумную палку против, Которой не выключают в театре мобильный телефон. Правда, хочется трес. Ну, конечно. Просто треснуть. Когда, я понимаю, я просто быву неоднократно. Когда тишина в зале. Алло! Вот предчувствие, Предчувствие, что мы на тему обязательно как-то вспомним. Я перед спектаклем «Любовь по Фрейду» В полной темноте, когда зал уходит в темноту, Вдруг появляется голос за кадром. Добрый вечер, уважаемая публика. В темноте. Ничего не бойтесь. Убедительная просьба. Отключить ваши мозги и мобильный телефон. Расслабьтесь. И получите, наконец, удовольствие. Искренний ваш министр культуры и туризма. Сейчас я хочу на женский голос это переписать. Мне кажется, это будет очень правильно. Все равно находится идиот, который не... А, кстати, как ты реагируешь? Когда ты играешь, да, и зазвонил телефон. Я прошу, ответьте, пожалуйста. Ответьте, пожалуйста. И это самый правильный ход. Ответьте, ради бога. Над какими проектами вы сейчас работаете? И каких ждать от вас новых спектаклев, новых фильмов? У меня есть идея. Ну, я хочу вернуть Мюнхгаузена на землю. Того самого великого, в роли этого. Самого правдивого. Потому что, если вы помните, финал фильма, он уползает туда на луну, по лестнице. Но он же вечный герой. И вот он должен вернуться на землю. И попасть не в Ганновер, а в современную Москву. Ох, бедолага. Кино или спектакль? Нет, спектакль. Пока спектакль. И это я затеял несколько лет назад. Когда один известный человек еще был жив. Лужков, и первое, что вот он, первое появление, он-то с косичкой, в парике, там, ботфорты, попадает в Россию. Сегодняшнюю, современную. И первая фраза, у меня всегда идет такой, от первой фразы. Он должен был спросить, а где Лужков? Ну, вот сейчас, я не знаю. А в кино я хочу сыграть Соломона Михайлса. Это очень серьезный проект. Я его сам задумал. Для меня написан сценарий. Этот персонаж забыт, пока никто ничего не делает, кого только не было. Берия, Сталин, Молотов, все они уже прошли по миллион раз на экране. А это великая фигура, которая сделала для страны, может быть, больше, чем все они вместе взяты. Те, кто знают историю. Это в кино я хочу сыграть. Сейчас занимаюсь этим проектом. Сценарий написан. Мне нужны финансы. А с финансами нужны серьезные. Потому что это, ну, вот так. Как забавно, сейчас Женя сказал. В свое время моя мама училась в Московской консерватории. У великого профессора Генриха Густавовича Нейгауза. И, как многие студенты, она подрабатывала. Подрабатывала она концертмейстером в Театре Михоэлса. Поэтому сейчас Женя сказал. И как-то у меня практически слезы на глазах. Вспомни, мама, это была ее первая работа в Театре Михоэлса. У нас, ну, помимо всего прочего, у меня был спектакль, который я когда-то поставил. А он тоже играл эту роль. Вениамин Третий. Путешествие Вениамина Третьего в Святую Землю. Да, это была большая удача и так далее. Я сыграл этого Вениамина. И Короля Лира, он сыграл одну из лучших своих ролей. И я играю Короля Лира. Тут есть некие совпадения просто вот так. А Ричарде Третьем, Тетян Дронике не мечтаешь? Нет, нет. Пусть это играют другие артисты. Не надо. Бывает ли так, что ты споришься с режиссером? Вот режиссер хочет от тебя вот этого, а твоя природа, твое нутро сопротивляется. Ну, конечно. Но особенно, когда ты хочешь понять, чего он хочет. Знаете... Особенно... Где это чаще, кстати? В кино или в театре? В театре, конечно. В театре чаще? Конечно. Мне казалось, что современный кинематограф в подавляющем большинстве случаев режиссера, приходя на площадку, вообще не понимая, что он хочет. Нет. Ну, не надо у таких режиссеров сниматься. Желательно. Не надо совсем. А за деньги? Я пришел к тому, что меня сейчас совершенно не волнует количество ролей. Меня волнует только качество. В чем я говорю об этом совершенно искренне? Мне гораздо важнее. Как я выхожу и что я там делаю? А важно, вот тут даже спросили, как Евгений Аркадьевич относится к критике. Я просто к тому, что известный фильм, в котором Евгений Аркадьевич сыграл, блистательный эпизод, подвергся жесточайшей, разгромной, абсолютной критике. Между нот? Ну, да. Ну, потому что они, наверное, хотели видеть между ног фильма. А этот фильм Между нот. Но сказать об этом, что этот фильм неудачный, я не могу. Нет, нет. Я про то, как ты сам относишься к тому, если тебя критикуют. Да, конечно. Переживаешь, перестаешь спать. Не дай бог. Перестаешь спать женщиной. Становишься уже... Меняешь пол. Ни в коем случае. Нет. Я люблю эту критику. Обожаю ее. Потому что для этого все и существует. Учитываешь потом в дальнейшем? Ну, конечно. Я все помню. Я все помню. Великий социолог театральный Геннадий Додомян. Ты его прекрасно знаешь. Был ближайшим моим другом. Ближайшим моим другом. Я у него часто был в доме. Мы сидели, обсуждали. И он один раз написал об артисте. Он же не театровед совсем никакой. Не искусствовед. Хотя он об этом знал все. Он одну статью написал об артисте. И это был ваш покорный слуга. Она у меня есть, эта статья. И он что-то такое увидел во мне. Это было давно. Я был в Эрмитаже. Я однажды к нему пришел в гости с одной очень красивой женщиной. Но я их не предупредил. Кто она такая. Она была очень красива. Мы выпивали все. Потом уже время за час повалило. Он говорит, Женечка, куда вы поедете? Ты же не на машине. Тем более мы так здорово выпивали много. Оставайтесь у нас. У нас маленькая комнатка, но она очень уютная. Оставайтесь, Женя. Вам понравится. Она говорит, вы знаете, Геннадий, у нас есть одна проблема. Мы разнополые. У него волосы зашевелились, встали на существующие. Он говорит, как? Как? Она говорит, ну вот, вы меня поняли? Он говорит, а-а-а. Ну, сейчас я понял. Главное, что это поняли зрители вместе с вами. И мы, конечно, уехали. Уехать, то есть не остался. Я забыл его предупредить, я-то знал. Последнее. Что бы ты хотел, чтобы написали на твоем памятнике? Он еще жив. Он жив, он мой друг, я его очень люблю. У нас в гостях был народный артист России Евгений Аркач-Герчаков. Программа вела Виктория Малякова. И Давид Шнейдеров. И мы услышимся ровно через неделю, в субботу, на Первом подмосковном. Радио, Радио 1. Синемания, Высшая Лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Фигурное катание. Прекрасный вид спорта. Но не стоит исполнять тройной Риттбергер за рулем автомобиля. Гололед очень строгий судья. Плавно трогайтесь и плавно останавливайтесь. Не совершайте резких маневров. Помните, что чем меньше скорость автомобиля, тем больше он будет вам подчиняться. Не спешите. Вы успеете. При поддержке правительства и госавтоинспекции Московской области. Солнечная Масленица в усадьбе Архангельская. 29 февраля и 1 марта. Приглашаем всех на ярмарку блинов русское чаепитие и масленичные забавы. Катание на упряжке лошадей и даже на самоваре. Для вас интерактивный музыкальный спектакль, концерты и мастер-классы. Солнечная Масленица в усадьбе Архангельская. Начало гуляний в 10 утра. Афиша праздника на сайте архангельская.су. Без возрастных ограничений. Талдом. С 17 века в Талдоме активно развивался обувной промысел. Практически в каждом доме стояла так называемая липка, то есть верстак. В энциклопедическом словаре 1901 года Талдом значится как центр башмачного района, столица башмачной империи. В начале 20 века каждый 15-й житель Российской империи носил талдомскую обувь. Слушайте «Радио 1» в Талдоме на частоте 106,8 FM. В Подмосковье час дня. Радио 1. Первая подмосковная. Новости. В студии Дарья Дорофеева. Здравствуйте. В этом выпуске российским послам хотят завретить иметь двойное гражданство. В Подмосковье заработали 7 современных комплексов по переработке мусора. И парк развлечений «Остров мечты» открылся в Москве. Подробности далее. Сенатор Андрей Клишес и Константин Косачев внесли в Госдуму законопроект, который запрещает российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве. Авторы инициативы предлагают распространить запреты и на представителей и постоянных наблюдателей от России при международных организациях. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что изменения обусловлены предложениями о внесении поправок в Конституцию, согласно которым некоторые категории должностных лиц не могут иметь иностранное гражданство или какие-либо документы, которые подтверждают право на постоянное проживание в другой стране. Семь современных комплексов по переработке отходов введены в эксплуатацию на территории Московской области. Пять из них работают на полную мощность. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Минжиках региона. Они расположены на территории городских округов Егоревский, Рошаль, Серебряные пруды, Коломенский, Зарайский, Клинный, Сергий Волпасадский. На новых предприятиях применяются самые современные технологии, позволяющие безопасно утилизировать отходы.